Оооо, тут еще какой-то новый радужный друг. А, нет, это розовый. И фиолетовый такой, че, че это такое? Они продолжают жрать еду оранжевого. Да, мои господа, вы не поверите, но вышел тизер-трейлер второй главы радужных друзей. Давайте, аплодисменты, пожалуйста, в студию, аплодисменты. А теперь все это прекращается, потому что это, конечно же, очередной скам. Да, интернет сейчас заполнили скам-трейлеры второй главы радужных друзей. И это, на самом деле, очень грустно и интересно, потому что, ну вот, меня прям заинтересовало, что же они такого нового и интересного добавили в эти трейлеры? Возможно, новых радужных друзей? Давайте мы с вами сегодня заценим. Ну, а если ты хочешь, чтобы вторая глава вышла как можно скорее, то обязательно влепи лайкос под этим видосиком и поехали. И я чертовски надеюсь, что здесь не просто будут геймплейные кадры первой главы. Стоп, это геймплейный кадр первой главы. И здесь они перекрасили блю зачем-то. Какой-то темный, более злачный блю. Все-таки каких-то новых радужных друзей они сюда добавили. И я, кстати говоря, не видел вот эту анимацию, это даже интересно. Какой-то новый желтый. Глава 2. Загрузка. Прям геймплей. О, май гад. Убегает Ред. Теперь или сейчас. Они перекрашиваются. Они. О, они зачем-то перекрасили зеленого. Все. Что с ними всеми? Красный убегает. Свободны. Вау, новый радужный друг. Это, видимо, какое-то солнышко. Хотя желтый, вроде как, должен быть в виде такого гуся или уточки. А вот это выглядит прикольно. А вот он и желтый как раз-таки. Правда, он там розовый. А гусек как раз-таки желтый. Выглядит эпично. Роботизированные радужные друзья. Но они просто их перекрасили на монтаже. Это не так интересно. Я ожидал большего. Радужные друзья 2. Вот это гениальный фотошоп. Это прям кадры с первой главы. И они просто перекрасили блю. Да, и в десятый раз мне покажите его. А, нет. О, вот это что-то интересное. Вот этого я не видел. Какая-то наркомань происходит, если честно, в этом трейлере. И таких трейлеров в десятки мы с вами несколько сегодня посмотрим. Все смотреть не будем. Ну да, оттуда сбежал у нас игрок. О, если они вот такого радужного друга добавят, это будет просто пушка. Это будет бомба. Потому что вот это хреновина выглядит очень и очень страшно. И как вы видите, вот у них еще какой-то трейлер есть. Давай с собой посмотрим и другой трейлер. Здесь опять Ред у нас. Но вот это уже больше похоже на правду. Стилистику они потеряли, но это прям полноценная анимация. И опять этот желтенький. Типа игроки скооперировались с Редом, чтобы остановить желтого. А Ред их предал все равно, наверное. А это что, коричневый? Мистер Какашка? Не, ну реально, ну он выглядит как мистер говно. Еще идет такой походочек. Ну, такое себе. Желтый мне больше нравится. Мистер Какашка прям дизлайк, если честно. О! Какой-то розовый. И Блю нам в сот раз показывают, как он топает. Это прям нарезки из кучи разных анимаций. Как это всрато! О май гаад. Кринги. И Бэйкон здесь главный стал. Блин, а было бы прикольно, если бы во второй главе мы бы захватили вот эту их фабрику и сами стали злом. Возможно, сами стали радужным другом. Ох, какой это был бы разрыв. Так, что мне еще могут интересного показать? Опять розовенький. Страх или ужас. Но эти кадры мы уже видели. Ай-яй-яй. Опасность! Что с красным-то стало? Он, видимо, не спал последние две недели, прямо как я. Это чем-то похоже на ФНАФ. И здесь прям одни и те же кадры. Хотя это один и тот же канал. Чувак очень поленился сделать разнообразный трейлер. Он просто рубит просмотры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, это все то же самое. Я даже не вижу смысла досматривать это видео. Давайте посмотрим трейлер с другого канала. Как это плохо! Он прям в самом Роблоксе что-то записывал. Даже мышку не убрал. Чел! Ну камон. И это же первая глава. Причем здесь официальный трейлер второй главы. У него еще и все лагает. Он как будто с калькулятора Стапка записал этот видос. И потом смонтировал в мувимейкере. Причем здесь вторая глава? Я вот даже пролистаю. Эй-эй. А, вот причем. Заменил одну модельку и якобы все. Новый радужный друг появился. Нет, это так не работает. Ого. А вот этого я не видел. Какой-то ром. Неожиданно. Это Rainbow Friends Bad Bad Chapter 2. Ладно, это видимо был какой-то прикол. Окей, вернемся на канал с невероятно эпичными трейлерами. И они опять из-за тех же самые кадры. Они как будто прям скачали десяток различных геймплеев, нарезали из них сотни трейлеров и бесконечно публикуют их на ютубе. Ну вот зачем? Типа ты один трейлер посмотрел, это интересно, но смотреть 10 одинаковых трейлеров это такое себе. Ну вот прям одно и то же, вы заметили, да? А ролик это другой. И собрал он на секундочку почти 200 тысяч просмотров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, я буду смотреть эти ролики до последнего, а пока не найду что-то действительно прям интересное. Вот это выглядит заманчиво. Там даже в качестве пасхалочек рисунки радужных друзей новых, которых мы не видели до этого. Это у нас блю. И опять эти кадры. Да камон. Ну чел. Ну не. Нет. Что? Здесь есть трейлер второй части Дорс? Вы ведь хотите это увидеть? Я вам намекать, конечно, не буду, да? Не буду намекать, просто посмотрим дальше трейлеры. Ну где-то же чуваки должны были заанимировать что-то реально интересное. Так. Вот это выглядит поновее. Сратенько, но что-то в этом есть. Что они там делают? Они там лобызались. Ему хвост облизывал. Вот это стример. Вот это я понимаю. А-а-а-а. Как страшно. Они такой реакции ожидали? Так, Освальд Дэвис. Возможно, это и есть трет, кстати говоря. Но пока это не похоже на трейлер второй главы. А нет, вот теперь похоже. О-о-о! Тут еще какой-то новый радужный друг. Этот чувачок беленький похож на персонажа из лабиринта Фавна. И он прям страшный. Если его добавят, вот я буду так досраться. Прям кирпичный завод отстрою, если подобное чудо-юдо в игру добавят. Но, надеюсь, вот подобного чудо-юдо в игре не будет. Но у фанатов огромное количество идей по поводу новых радужных друзей. Разработчикам даже придумывать ничего не надо. Просто можно открыть YouTube, вбить радужные друзья, какие-нибудь фанатские концепты. И все. Вот вам, к примеру, видос, где кто-то придумал полноценные концепты. Нарисовал их в разных позах. Правда, это у нас пинг. И она очень сильно похожа на Грина. Вот прям клон Грина. Какой-то мистер Блэк. Мистер Темный. У него длинные ушки. И это у нас копипаста из какого-то Хэллоу Найта, если честно. Вот прям чувствуется этот вайб. Не правда ли? Что-то у автора не такая крутая фантазия, как я ожидал. Но, в принципе, прикольно. И вот как раз-таки чувачок, которого мы неоднократно видели в анимациях. Его так часто форсят, что у меня уже ощущение, будто это официальный персонаж. И раз уж мы начали говорить о новых радужных друзьях, давайте мы посмотрим видео под названием «Происхождение новых монстров радужных друзей». И мне на канал в последнее время прилетело огромное количество авторских прав. Мне перезаблокировали кучу роликов, поэтому я ссылку на авторов на всякий случай оставлю в описании. И мне интересно, какие же здесь у нас будут новые радужные монстры? Какое-то яйцо. Серьезно? Серьезно? То есть, вот так вот у нас появляются радужные друзья. Парам-парам-пам. Оп! Их же вроде в лабораториях делают. Нет. Я буду назвать его так. Гуся-утк появился из яйца. Новый радужный друг. Фантастика. Меня прям это что-то впечатлило. И он через трубы, видимо, попал в лаборатории местные. А, нет, это розовый. Какие они крикливые. И фиолетовый такой «Чё это такое? Откуда вы взялись? Я-то из лаборатории?» А, он должен всем рассказать, что новые монстры пришли сюда. Кому он расскажет? Блю? О, фирать хочется. Блин, такая странная анимация, если честно. Нет, это же еда оранжевого. Они сейчас будут драться. Нет, оранжевый в шоке. Он такой «Чё?» Тоже свалил. Ну, кринжовенькая анимация, если честно. Я должен тебе сказать что-то. Я тебе точно должен кое-что рассказать, это очень важно. Давай на счёт три. Раз, два, три. Ага, один сказал, что он встретил розового, а другой сказал, что он встретил жёлтенького. Ага. Нифига себе. Мы должны избавиться от них. Да. Потому что они моё еду жарут. Логично. Как мы это сделаем? А, они разрабатывают план, чтобы избавиться от них. Может, вы все объединитесь? Там красный вроде очень умный, можно его позвать. Фиолетовый хотел прям уничтожить их. А оранжевый решил, что нет, мы просто их выгоним. Ой, вот красный, кстати говоря. У него такой голос. Они продолжают жрать еду оранжевого. Ха-ха-ха-ха. Блин, на местами забавно. Нам нужно придумать, как выгнать их. Есть какие-нибудь идеи? Давайте их сожрём. Не, ну логично, в принципе. Я отблю ничего другого и не ожидал. Я могу заебнимать их до смерти. Боже, какой он криповый. Нет. Нам нужно просто выгнать их. Нам не нужно с ними дружить. О, оранжевый проснулся. В общем, они придумывают, как их можно выгнать. Различные планы перебирают. Ловушки они решили поставить. Капец, они радостные. Но, это видос вроде должен был быть о их происхождении, а происхождению посвятили 0,1 секунду. Типа, один вылупился из яйца, второй просто из трубы вываливался и всё. Готово, мать его. Ну окей. Вот это гениальная ловушка. Никто никогда в жизни не догадается, что это ловушка. Блю, найди что-нибудь тяжёлое. И сделай из этого ловушку. Это уже больше похоже на ловушку, я думаю. Да, это поинтереснее выглядит. Хотя бы беспалевно. Что? О, он, видимо, какой-то яд или слабительное туда налил в свою еду. Пугово. Пугать монстров с помощью пугово. Что? Ладно. Ладно. Давайте просто досмотрим это. Эм. Так, окей, они установили все ловушки. Время поиграть. В принципе, задумка интересная. Это что, если бы к ним пришли не игроки, а монстры, наоборот. Забавно. А, ну, я думал они реально вспоткнутся и будет прям совсем тупо. Но нет. Видимо, это так и задумано было. Окей, с этим они справились. Да я себе примерно так и представлял, на самом деле, радужных друзей. Потому что в игре они представляют примерно вот столько опасности. Блю. Так, что же у нас там блю? Я думаю, ну, хоть он-то должен справиться. У него единственная нормальная ловушка здесь. Здесь нельзя промахнуться. Давай. Кринги. Ой, какой кринги. Ловил полный кринги. Оранж. Там же слабительное какое-то. Они обосрутся сейчас. Анимация будет про говно. А туалет на улице. Туалет Шрека. Столми у них будет. Нет? Они просто ушли? Не понял. О, нет. Да здесь хотя бы нету какашек всяких. Зато есть пердеж. Я до сих пор не понимаю, а при чем здесь происхождение-то? Или это то, как они подружились с обычными радужными друзьями? Гениальные ловушки. Просто гениальные. Тактика-галактика. О, а почему сразу нельзя было с плана Б начать? А, и на картонке они поведутся. То есть они прошли все ловушки, но картонки... Мимо картонок они пройти не могут. Они идут обниматься? Что они идут делать? Смотрите-ка, а тут монстры такие же, как и мы. Все их поймали. Да что вы пришли сюда? Хотите забрать наших нюбов? И сожрать всю нашу еду? Хотите обнимать? Нет, мы просто хотим быть друзьями. Мы хотим много друзей иметь. И конечно же, эта анимация заканчивается на грустной нотке. Он их просто выпустит. Сейчас начнется... Нет. Брух, это Брух. Я жду вот прям какого-то экшона или кринжа. А здесь вроде кринжово, а потом нормально. И экшоново, и не экшоново. И вот оно прям такое... Ладно, с меня хватит этой анимации. Давайте найдем еще что-нибудь интересное. К примеру, видео, где чувак делает мега реалистичную диораму зеленого из радужных друзей. Даже на рисунке выглядит невероятно круто. Это, видимо, концептик он рисует. Правда, он зачем-то его очень детализирует. Блин, круто! Прям круто! Как он начнет это лепить? Ага, у него есть какая-то глина. Возможно, какая-нибудь полимерная. На пластилин это не похоже. Ну и дальше он начинает как раз лепить зеленого. Я думаю, весь процесс вам показывать не нужно. Хотя он безумно залипательный. Блин. Я на самом деле удивляюсь людей, которые умеют что-то вот из глины вылепивать. Вот я могу рисовать неплохо. У меня получается. Но лепить что-то, вот там же такие микрокусочки, и ты вот так вот по кусочкам, по кусочкам все это вылепливаешь, это сложно, если честно. Если кто-то из вас умеет что-то лепить, напишите, пожалуйста, в комменты и поставьте лайк под этим роликом. Ну пока выглядит круто. Он продолжает вылепливать. Вот прикиньте, сколько там мелких деталей. И он прям сидел и пару часов каждую мелкую детальку. Ооо, я бы задолбался, если честно. Это происходит бесконечно. А как он голову присоединит? А ну-ка. Ну, наверное, он соединит ее как-то и там опять детали дорисует, да? Ааа, там же голова оторванная вообще. Ему не нужно голову присоединять. Вот так делаются глаза. А, это уже человечек он лепит. Тоже выглядит прикольно. Ооо, точнее, это страшно выглядит на самом-то деле. О май гад. Вот это больше похоже на историю происхождения Грина. Ооо, уже выглядит круто и прикольно. Интересно еще, как саму диораму он будет делать. Так, красит. А я думал, что сначала нужно саму диораму сделать. Ооо, ну процесс покраски у него прям круто получается. Прям это лайк. Вот если вам это нравится, поставьте лайк. Чувак очень талантливый, я считаю. Аааа. Вот он долепил его и продолжает делать. Ага, мне интересно, как он именно вот эту колбу сделает. Потому что с остальным все понятно. А вот и колба. Она будет нарисована или там будет стекло? А ну-ка. Интересно мне очень. Так, что он делает? Устанавливает Грина. А ладно, там все будет нарисовано. Серьезно? Мне казалось по фотке, что это именно стекло на фоне. А ну-ка. Вааа. Крутота. А фон, фон. Там же прям крутой фон у нас. А, вот и стекло. Стекло спереди получается. Еще он припаивает освещение туда криповое. Да ладно. Офигеть. Сколько же работы вложено в одну такую диораму. Хотя я знаю, что есть диорамы и получше. Еще сзади в качестве пасхалочки у него блю висит. Вот такой у него был рисунок. Не, на самом деле, по сравнению с рисунком, это прям вышка-пушка. Рисунок выглядит гораздо хуже. Вау. Круто. Вот это мне понравилось. Ну, а закончим мы этот ролик различными эволюциями радужных друзей. Обычно там страшный кринч, но вдруг нам повезет. Так, эволюция блю из радужных друзей. Нет, это будет кринч. Вот таким он был в 2022 году. Так, его не было в 2021. Что? Причем здесь Baby in Yellow? Ладно, без комментариев. Этот ролик я даже досматривать не буду. Нет, я должен досмотреть, что он будет еще в каком году. В 2022 опять. Так, здесь нет никакой эволюции. Это блю исключительно из нашего года. И все. Ладно, я даю ютубу еще один шанс. Так, блю из 2021. Предположим, какой-то рисованный блю. Дальше у нас блю из Прайденейт Панкин. Но это опять не эволюция. Все понятно. Нас обманули, как и всегда. А если вы хотите увидеть больше различных видосов по радужным друзьям, обязательно влепите лайк, обязательно подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И не забывайте, что с вами сегодня был Foxneo. Увидимся.